Ребят, всем привет, с вами надбар, и вы смотрите новую игрушку под названием Xeon. Это демо-версия, я между прочим приветствую, когда разработчики делают демки и этого сильно не хватает сейчас. Суть такова, сами разработчики говорят, что это фростпанк в космосе, хотя как по мне, то тут с фростпанком общего мало, ну не считая самого жанра игры конечно же. Развиваем базу, строим, добываем ресурсы, поддерживаем жизнеспособность этой базы колоний и так далее. Сама идея, тут я проматываю уже текст, вот этот вот, но я вам перескажу его вкратце намного быстрее, чем они тут болтают. Смысл в том, что Земля погибает, как нынче принято говорить, и людей решили послать вообще в другую Солнечную систему для того, чтобы основать там другую колонию. Я как заведующий станции, которая полетит к той другой Солнечной системе, должен ее поддерживать в каком-то более-менее приемлемом состоянии. И прямо сейчас мы находимся на орбите Земли и пытаемся тут построить хоть что-нибудь. Обучение мы пропустим, потому что я более-менее и так уже ориентируюсь. Вначале нам нужно построить цех, это место, где будут у нас рабочие находиться непосредственно, и, конечно же, малый склад, куда мы будем сносить все ресурсы, которые в данный момент беспорядочно разбросаны по базе. Можно прокладывать дороги такие вот, грабить курованы нельзя, к сожалению, да? Но можно делать много чего интересного. На склад ставим приоритет высокий, выбираем ему тип ресурсов, это в данный момент мы будем собирать сплавы, сплавы, это вот они здесь находятся, иконочки такие вот есть, по ним обязательно нужно почему-то проклацать, чтоб их начали собирать, если не клацните, то собирать не начнут. Ну ладно, пусть соберут хоть немного. Здесь уже тоже строители пошли, нужно дальше что-то строить. Быстро на паузе пробежимся по тому, какие постройки в принципе доступны в демо-версии игры. В строительстве мы уже посмотрели цех и малый склад. Есть жилище, малый комплекс, самый обычный, есть стыковочный отсек, куда могут пристыковываться корабли, есть пища, то есть столовая, где наши люди будут обедать, на данный момент на базе 85 человек, что немало. Здравоохранение, вот в госпитале, могут находиться до 10 раненых граждан. И заводы — это научная лаборатория, где мы можем изучать новые технологии. На данном этапе игры нам, соответственно, ничего не нужно, кроме складов и рабочих хотя бы каких-то базовых. Тем не менее, логично предположить, что этим 85 людям понадобится где-то жилье, правильно? Поэтому мы сразу же прокладываем дальше дорогу. Дорога, между прочим, бесплатно стоит. И вот у нас 15 граждан вмещает один жилой комплекс, 85 человек, значит нужно построить 6 зданий, это нам позволит вместить 90, ну по-другому уж никак. Строим, значит, эти 6 зданий, в любом приоритете как-нибудь, в любом случае они пригодятся, тут к гадалке не ходи, поэтому нужно их построить. Обрисовываем их дорожкой, здесь еще есть выход в другие секции этой станции, да, кстати говоря, мы же на станции находимся на вот такой вот, это только один из секторов нам доступен в данный момент, так вот она интересно выглядит. Мало того, мало того. Есть еще и целая солнечная система, к ней тоже доступ ко всей доступен. Можно и на Марс лететь, и на Луну лететь, и на Юпитер лететь, что-то там изучать, в общем, по разным планеткам можно полетать, корабль на это способен. Есть и база снабжения, на которой периодически появляется пища для того, чтобы питать наших людей с Земли, почему-то пищу мы получить не можем, по крайней мере в демо-версии, не знаю почему так, но не можем. Вернемся пока ко внутренностям базы, нужно внимательней тут идти по шагам, аккуратненько так все соблюдать и ничего не пропустить случайно. Вот нам входящее сообщение, пожалуйста. Да, тут много есть сокращений, значит база сама называется вот эта в космосе, Тиккун. Долос — это организация, которая ее построила. Так, вот какое-то сообщение еще пришло. В настоящее время экипаж станции Тиккун не может получать продовольствие со склада. Не могут они просто со склада тырить еду. По результатам анализа, количество голодающих членов экипажа растет, надвигается кризис и ожидается повышение вероятности аварий на 64,7%. Согласно теориям, бла-бла-бла, в общем че нужно построить? Столовую нужно построить. Все, завершить протокол, строим столовую. Здесь мы уже жилища начали строить, давайте на пищу переключимся, вот она столовая идет. Здесь готовят до 10 единиц пищи каждое полцикла. Ну цикл, понятное дело, день. Где бы ее разместить? Я поставлю столовую вот здесь, именно в таком вот расположении. Можно менять приоритет, конечно же. Ставим приоритет на строительство столовой и рисуем к ней дорожку. Потом тут дороги я перестрою, мне не нравится абсолютно та конфигурация, которую игра мне предлагает на текущий момент, но повлиять я на нее тоже пока что никак не могу. Прокладываем еще тут тоже дорогу, чтобы добраться до залежей ресурсов, чтобы уже можно было строить хоть что-нибудь на тот момент, когда нам те ресурсы понадобятся. Также можно ускорять время в игре, давайте так и сделаем. А домики я пока даже, наверное, на паузу поставлю, по крайней мере, часть, чтобы они на себя не перетягивали ресурсики и так далее. Хотя оно в приоритете уже стоит и уже даже ресурс натаскали, все готово. И конечно нам кроме столовой самой понадобится еще и склад, где мы будем хранить пищу. Поэтому строим вот здесь вот, наверное, склад еще один. Тоже давайте приоритет установим. Куда же без этого, правильно? Вот пошло строительство уже склада. Выбираем, что мы тут хотим пищу иметь и таскать ее будем отсюда. Тут есть небольшие залежи этой пищи, напрямую из которых жители брать еду не могли никак. Еще одно сообщение. Администратор. Некоторым членам экипажа негде жить. На протяжении человеческой истории чрезмерный рост бездомности всегда был показателем упадка цивилизации. Не повторяйте простых людских ошибок на станции Тиккун. И, соответственно, могу взять себе задание построить жилье для всех членов экипажа на борту за 12 циклов. Ну, я уже начал это делать. Давайте только возобновим уже строительство домиков. Три у меня уже готовы. Вот здесь можем отслеживать. 45 из 85 покрыто. Заберем еще вот эти ресурсы и... Так, администратор, что-то еще хотят? Смысл в чем? Мне предлагают послать кораблик на то, чтобы забирать ресурсы с той станции снабжения, которую я вам ранее показал. Ну, конечно, давайте строим грузовой корабль. Нам он понадобится. И более того, задание еще есть. Наученный корабль построите. Давайте и научный тоже построим. Ну, конечно же, грузовой в первую очередь. Есть, ресурсы уже собрали. Давайте я еще один склад построю, потому что я вижу, что у нас на базе есть еще один тип ресурсов, который мы нигде не храним. Это полимеры. Что с ними делать, вы, наверное, сами понимаете. Нотификации пока ничего, пусто. Хорошо. Ждем окончания строительства кораблей. К сожалению, ресурсы наши не безграничны. Между прочим, домики я достроил уже все, что хорошо. И я, наверное, знаешь, что сразу сделаю? Что нам осталось по факту? Да, пищу мы сделали, здравоохранение. Ну, пока никто не болеет, давайте не будем строить. Логично предположить, что нам понадобится еще научная лаборатория когда-нибудь. Ресурсы на нее у нас есть, они все лежат прямо под ногами, поэтому научную лабораторию мы тоже построим прямо сейчас. Все. Отлично. И вот так соединяем напрямую, чтоб люди могли туда пройти. Вот эти ресурсы тоже еще пособираем. И вот эти пособираем, и вот это даже соберем. Так, а ну, я не вижу. Можно так, да. Крутить тоже можно камеру, конечно. Мало того, строить можно не только внутри, а еще и снаружи. Ну, например, добавлять какие-нибудь солнечные панели или типа того, но на текущем этапе мы этого делать не можем. Просто знаете, что такая опция у нас есть. Пока же занимаемся строительством кораблей и, например, можем чисто по приколу полететь на орбиту Луны. Почему нет? Можем, правильно. Конечно можем. М? Пожалуйста, вылетели. Причем мы летим, по-моему, даже в прямом эфире, скажем так. В режиме реального времени. Во. Он Луна. И прилетели. Замечательно. Так, что здесь? Она мне пишет, что недостаточно балок вот этих вот. Ну, давайте еще собирать? Конечно, давайте еще собирать. Мест много, где их можно поднабрать. Вот тут вот смотрите, сколько их лежит. Бери, не хочу. А здесь вот, да, вот эти ресурсы соберем. Полимеры. И подведем дороги к оставшимся участкам ресурсов. Так, собираем полностью все. Лишними не бывают ресурсы. А вот, кстати, и почти достроили корабль уже, да, первый грузовой. Мы на него как раз таки насобирали ресурсы. Полимеры ушли на корабль. Десять из десяти. И он построен. Что с ним нужно делать? Вот он здесь есть у нас в настройках. Это Франциско. Перейдем, пожалуй, на вид такой вот внешний. Снова режим флота. И я назначу ему, чтобы он собирал ресурсы. Ресурс у нас вот тут вот на базе снабжения Уршанаби находится. И вот отображен, пожалуйста, Франциско. Двигается в сторону Уршанаби. Дополнительно ему можно назначать сбор и других ресурсов. Как, например, металлы, которые у нас были, и... ну не знаю, что еще. Что угодно другое. И приоритет. Бывает высокий. То есть в первую очередь еду, например, собираем. Во вторую очередь будем собирать металлы, которых пока нигде нет на карте. Ну вдруг появятся, не знаю. И в самую маленькую очередь, например, полимеры собирать. Вот как-то так. Максимум можно три ресурса выставлять. Больше нельзя. По крайней мере, на этом конкретном корабле. И есть еще шахтерские кораблики, которые я пока не построил, и в рамках этой демки, возможно, даже и не построю. Не знаю. Посмотрим. Во. Дороги построились. Можем забрать ресурсы с оставшихся складов. Беспорядочно находящихся на базе. Наперед поставлю еще один склад, в котором будет храниться пока что ничего. Но кто знает, может быть еще какой-то ресурс появится. Будем его там хранить. Или дополнительный объем любого другого ресурса, чтобы его быстренько использовать в случае необходимости. У нас уже даже заканчивает свое строительство научная лаборатория. И закончил свое строительство научный корабль. Посмотрим, что за научный корабль, правильно? Давайте опять на внешнюю карту идти. И у нас есть освоение космоса. Задание. Завершите событие Луна. Событие Луна. Непосредственно на Луне. Посмотрим, что от нас хотят. Ожидание научного корабля. Вот он, Галилео. Ну, давайте его слать сюда. Хотя он и так тут. Но мы его все еще ожидаем. Ага, вот Луна. Заброшенная база. Полетели туда? Чуть-чуть промазу. Так, хорошо. Сводка разведданных с заброшенной базы. Эта база никем не используется. Вспомогательные системы работают нормально. Так что с их помощью можно восстановить питание. Имеется средняя вероятность найти ресурсы. Сообщает команда корабля Галилео. По предварительным координатам мы добрались до базы ООН. Она заброшена и разгерметизирована. Однако система видеонаблюдения все еще работает. Ждем приказов. Ну, конечно же, больше некому заниматься этими всеми делами на околоземной орбите, да? Поэтому, ну, пробуем разобраться в системе безопасности и получить взамен на это науку. На очки науки. Погнали. На это уйдет полдня. Мы тем временем возвращаемся на базу и... Между прочим, да? Построили уже научную лабораторию. Посмотрим, что нам доступно. Нам теперь доступно на изучение. Пусковая установка для зондов. Шлюз. ВКД. Че такое ВКД? Не знаю. Терпеть не могу, когда в играх используют аббревиатуры. Вам че? Малое место, чтобы текст написать. Что такое ВКД? Все остальное, к великому сожалению, недоступно. То есть вот это все, видите, недоступно в демо-версии. Закрываем, там что-то по научному кораблю мне сообщили. Давайте переходить. Я нашел 40 науки. Хорошо. И... Давайте разберем ее окончательно, наверное. Да, почему нет? Тем временем, наука тут тоже какая-то. Вот есть на Луне? База разбирается, на это уйдет один день. Ну, ждем. Еще Марс тоже полетим, потом туда, направим туда научный корабль. Все это очень интересно. Давайте сюда тоже носить эти балки, потому что много есть неразобранных таких участков на базе. Я бы хотел их разобрать. Кстати говоря, у стыковочного отсека тоже есть свой склад на 300 единиц, что довольно много. И на текущий момент здесь хранится та пища, которую мы привезли со станцией снабжения. Ее немного. У нас изначально на базе ее было 300. Мы уже съели 200. И вот нам привезли оставшихся 100. И как-то совсем, да, прям в притирочку все идет. И... Нехорошо получается, на мой взгляд. Как-то совсем опасная ситуация. Но меньше с тем. Смотрим, что там по Луне. Завершить протокол. И все. Галилео у нас, наверное, свободен. Давайте прослушаем, что от нас хотят. Угу. Кто хочет прочитать все, что он наговорил? Между прочим, меня это чуть-чуть напрягает в этой игре. Очень много совершенно лишней болтовни. И не всегда приятно слушать то, что они тут наозвучивали. Сорян, ребят, но так это и есть. Тем более на английском. Я знаю, что вам, возможно, даже и непонятно будет, что он скажет. Следующий этап. Исследуйте тот самый шлюз ВКД в дереве технологий. Для чего его исследовать? Для того, чтобы строить внешние блоки, про которые я уже ранее говорил. И пока что недоступно. Не могу вам даже показать, что там нам доступно. Хорошо. Давайте изучать шлюз ВКД. Исследование. 30 единиц науки на это нужно. Но у нас, по-моему, вот там вот на Луне что-то было. Ой, с чувствительностью тут есть проблемы. Так, сейчас тут Галилео находится на орбите. И у него 34 науки в самом корабле. Ну, давайте направим дальше, например, на Марс. На, наш кораблик. Пусть полетает. Есть. Смотрим. Так, сводка разведданных по информации зонда на Марсе. ООН основала объект на Марсе. Им сейчас не хватает материалов, чтобы исправить критическую неполадку в системе подачи кислорода. Они официально запрашивают помощи у Долос. Долос – организация, которая построила Тиккун, станцию, на которой я летаю. Могу исправить неполадку взамен на ресурсы. Или же могу отремонтировать в системе подачи кислорода взамен на исследовательские данные. Че мне нужней? Ну, наверное, изучать-то особо нечего, правильно? Давайте полимеры взамен получим. Да, отправить грузовой корабль на то, чтобы он привез 20 единиц. Из металла, да, и взамен мы получим 10 единиц полимера. Да, вроде бы все четко. А технологию, между прочим, мы изучили, насколько я понял. Науки нам хватило. И можем ее уже строить даже. Конструкции. Да, вот шлюз для ВКД. Здесь можно отремонтировать корпус и построить внешнее сооружение. Достаточно большой, да, такой корпус. Я думаю, что вот здесь для него будет идеальное место. И дорогу к нему, конечно же, подведем. В любом месте совершенно, вот здесь, например, одного такого пятнышка контакта хватит, чтобы полноценно использовать эту постройку. Можно с двух сторон крепить. То есть станция-то симметричная у нас идет. Вот если посмотреть внутреннюю часть кольца, попробовать ее посмотреть, то мы можем размещать как вот здесь вот вылеты наружу, так и с вот этой стороны вылеты наружу тоже можем размещать. То есть вот у нас шлюз, и здесь у нас тоже шлюз, только разные шлюзы. Еда, кстати, почти закончилась, да, вот 100 единиц еды здесь, 12 уже там осталось. И 8 в самой столовой, прям совсем в притирку. 85 человек на базе, другие домики не строю, пусть не размножаются. Не надо мне этого сейчас. Дальше можем изучать, ну не знаю, давайте пусковая установка для зондов. Полтора цикла осталось на изучение, судя по всему, ну из того, что я понял. И там что-то уже закончили какую-то задачу, да? Давайте посмотрим на Марсе. Да, завершить протокол, действительно так и есть. И да, у меня уже настроен сбор на полимер, так что все хорошо. Хорошо, тогда Галилео можем слать дальше, например, на Сатурн. Как вам? Такая идея до Сатурна, долго лететь, наверное. Но мы долетим. На других планетах никаких иконочек нет на то, чтобы изучать, но мы, тем не менее, с вами, я думаю, можем полетать даже без спросу. Полетели, например, на Венеру. Кто нам может запретить это делать, в конце-то концов? Мы уже почти закончили, между прочим, шлюз. Давайте чуть-чуть я ускорю даже время. Так, кто-то прибыл. Это меня догнал грузовой корабль, наверное, да, который привез... То ли ничего, то ли что-то привез. Численность голодающих в секторе. Я думаю, они поедят скоро. Еда у них все-таки есть. Ууу. А у нас перегрузка по питанию. А почему так? А-а-а! Он целых 12 единиц энергии жрет этот шлюз для ВКД. Сильно. Давайте общаться. Административный, благодаря институтам Стэнфорд-рутины, рекомендует, что вы построите экстернальный панель для обеспечения обеспечения электрического output. Во! Вот и оно. Хорошо, давайте включим питание. А, я не могу включить еще полдня питание, просто потому что была перегрузка генератора. Из-за того, что я построил вот эту штуку, она слишком сильно запитала, прям одни проблемы. Но, тем не менее, уже мы можем что-то строить на наружной секции. Это, например, малую солнечную панель, среднюю солнечную панель, или же большую солнечную панель. Но мы можем себе что угодно позволить по факту. А что за специальная? Специальный это двигатель ВОХЛЯ. Давайте со средней начнем. У нас ресурсов как раз таки хватает. Вот прям сейчас на среднюю панельку ее и делаем. И, да, я думаю, можно включать обратно. Почему можно? Потому что я временно выключил научную лабораторию, которая тоже жрет 12 единиц энергии. Жестко вообще, да? Вот можем посмотреть, кто сколько жрет вот здесь. И, да, столовая жрет 5. Вот эта что-то жрет, ну, не сильно много, но, да, получился небольшой фейл. Но вы знаете теперь, что так тоже можно, и что можно строить дополнительные источники энергии. Снаружи базы. Мы тем временем времени зря не теряем и прокладываем дальше дороги аккуратно. Вдруг еще что-то понадобится строить, правильно? Чтобы все было размечено очень хорошо. Что там по научному кораблю нашему? Прилетел он на Сатурн? Прилетел. Так, сводка разведданных по информации зондов на орбите Сатурна. Обнаружен сигнал с сигнатурой ЭК-двигателя. Технология ЭК-двигателей принадлежит корпорации Долос, и, судя по нашим записям, у нас нет заданий в этом секторе. Источник сигнала скоро войдет в атмосферу Сатурна. Отправить команду на расследование или попытаться найти обломки на орбите. Ну, подождите, обломки мы всегда можем успеть найти, правильно? Давайте сначала расследуем, а потом уже будем обломки искать. Прям детектив целый получает. Ну, там три дня. Это много. Мы три дня... У нас, может, и еды на три дня не хватить, если честно. Тут, между прочим, есть статистика по пище. Чтобы накормить всех членов экипажа, 79 их в данный момент находится здесь, еще шестеро снаружи на кораблях летает. Требуется 8 единиц на один прием пищи. Один прием пищи, следовательно, наверное, раз в день. Ну, наверное, хватит нам на три дня. Энергия пока еще, да, не готова. Как я могу судить? Нет, готова, подождите. Как раз таки вот построилась. Все, 100 единиц энергии у нас есть. Включаем заново научную лабораторию. Попробуем изучить все доступные технологии в демке. И да, посмотрим на Венеру. Мы же должны были прилететь. Ну, такое пятнышко. Но, тем не менее, на орбите другой планеты тоже прикольно находиться. А, ладно. Вернемся обратно к базе. Или даже... Да, к базе, пожалуй. Все правильно. Ускорим капельку времени. Нам особо нечем заниматься. А, погодите, вот, уже исследовано. Пусковая установка для зондов. Здесь можно построить зонды. Давайте. Вот она, пусковая установка для зондов. 6 единиц энергии требует и 70 металла. Металл у нас есть в таком объеме. Можем построить где-нибудь... Да вот рядом с этой постройкой. И разместим. Только нужно убрать кусок дороги. О! Шикарно. Не знаю, что она делает. Не имея ни малейшего понятия. Но надо посмотреть все. Научный корабль завершил. Че бы он там не завершил. Смотрим. Так, Сатурн. Сводка разведданных по информации зондов на орбите Сатурна. Обнаружен сигнал с сигнатуры ИК. Окей, это мы все поняли. Это прототип ракеты, которую отправила ООН. Похоже, в ней используется измененный вариант ЭК-двигателя. Мы его демонтировали, а также забрали схемы и ресурсы. То есть ООН тоже разрабатывает свой ЭК-двигатель. Да, завершить протокол и... Наверное, все. В рамках... Солнечной системы, да? Ловить нам больше нечего. Давайте вернем его к себе. Туда. Так, постройте двигатель в ОХЛе с помощью панели строительства. Да, нам теперь еще этот движок нужно построить, точняк. Ну давайте. Давайте, двигатель в ОХЛе. Да, сто единиц. Ресурсы есть. Пошло строительство. Солнечных панелей я не вижу смысла еще добавлять. Хотя мы могли бы. Вот, например, еще, да, еще надстройку сделать. Мы вот уже центральную часть уже построили здесь. А можно еще даже больше. И еще потом достроить. Но только после того, как мы сделаем среднюю секцию. Прикольно. Хочу все-таки достроить пусковую установку для зондов. А, вот, привезли мне как раз еду только что. Замечательно. Как раз вовремя. Но прям все равно впритык очень мало еды. Очень мало. Входящее сообщение. Давайте посмотрим. О чем речь, что я построил наконец этот двигатель в ОХЛе и теперь могу лететь в систему Проксима Центавра. Перед этим основатель совета Мардука и президент корпорации Долос хочет с вами поговорить. Давайте поговорим. Все супер. Осталось покинуть Солнечную систему и лететь в Освоясии. С таким количеством еды я не знаю, куда мы полетим, если честно. Но, а что остается делать, правильно? Доверие, кстати, растет ко мне, смотрите, круто. Где мы находимся сейчас? Мы находимся где-то... А, на орбите Земли мы находимся. Отлично. Все на месте, все готовы. Зонды. Я хотел на зонды посмотреть. Погоди, дружище, начальник. Погоди. Давайте достроим зонды. Еда есть в каком-то определенном объеме. Сидим спокойно. Ну, кстати говоря, я не могу ее включить никак. Вот вообще не получается. По всей видимости, то ли в демо-версии тоже зонды недоступны, то ли в чем-то другом проблема. Ну, то есть все работает. Остальное, все нормально. Но здесь конкретно включить вообще не получается. Хотя с дорогой оно соединено. Проблем никаких не должно быть. Как бы там ни было, двигаем дальше по заданию. Вот у меня задание выведить эти кун на орбиту Луны. Давайте двигать на орбиту Луны, хорошо. Как скажешь. Так, на орбиту Луны мы подвигали с вами. Хорошо. Между прочим, снаружи строится. Я проверил солнечную панельку, еще одну добавил. И совершите прыжок в Охле. Нажмите кнопку на карте планетной системы. Входящее сообщение. Давайте еще послушаем. Да без проблем. У меня, между прочим, откуда-то 185 человек взялось уже вместо 85. Да. Конечно. В этом-то и смысл был весь. Красивое. Ну что, ребят, судя по всему, это конец. Пишите, что думаете по поводу этой демки. Стоит ли дожидаться выхода этой игры? Стоит ли ее снимать уже потом полноценно? Ну и на этом, я думаю, все. Вам всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующей серии.